Здравствуйте! С вами Влад и новая авторская история моего канала «Так не бывает». — Игорь! — он испуганно подскочил в постели. — Что случилось? Катя держалась за живот. — Игорь, скорее, скорую! Всю дорогу до больницы она держала мужа за руку. — Игорь, все же будет хорошо. Скажи, пожалуйста, да? Игорь, с нашим ребенком ничего не случится? Это четвертый раз. Я просто не переживу. Мужчина ободряюще улыбнулся. — Ну, конечно, все будет хорошо. У нас уже срок большой. Ничего не произойдет. Игорь старался говорить уверенно. А что еще ему оставалось? Четвертая беременность. Три раза до этого выносить ребенка не получилось. Он видел, как переживает Катя. Самому рыдать хотелось, но Катя просто сходила с ума. В последний раз ушла в такую глубокую депрессию, что пришлось обращаться за помощью к докторам. Если и в этот раз что-то пойдет не так, она просто не переживет. Срок — шесть с половиной месяцев. Игорь успокаивал себя. И не таких малышей в наше время выхаживают. До больницы добрались быстро. Катя уже сознание теряла, но все так же крепко держала мужа за руку. Она чувствовала, что ребеночку плохо. Хотелось кричать. Но Игорь сказал, что все будет хорошо. Он не мог ее обманывать. Последнее, что она увидела — глаза мужа. Такие полные боли. Игорь и Катя были вместе чуть ли не с самого детства. Вместе ходили в школу, вместе гоняли на велосипедах, вместе делали уроки на берегу реки. Игорь всегда помогал ей, потому что был старше на целых два года. После армии, совершенно не сомневаясь ни в чем, поженились. Это было так естественно. То есть вариантов, что кто-то женится или выйдет замуж за другого, даже не было. Игорь сразу сказал, что жить они будут хорошо. Сначала открыл небольшую фирму по ремонту машин, потом автомойку. Катя вела всю документацию. Через пять лет у них уже была целая сеть. И молодые, наконец, задумались, почему у них не получается с ребенком. К врачу пошли вместе. Ответ все в порядке, но тем не менее у них ничего не выходило. Через семь лет Катя уже сходила с ума. Тогда-то доктор и предложил им ЭКО. Да, это стоит денег, но шансов намного больше. Деньги не были проблемой. Как же радовалась Катя, когда ее живот начал расти. А Игорь стал таким трепетным. Выкидыш произошел, когда беременности было пять месяцев. Через год повторили попытку. Замерзшая беременность. Прошел еще год, еще попытка. В этот раз продержался всего два месяца плод. В последний раз, когда муж привез Катю из больницы, она молча прошла в комнату, отвернулась к стене и все. Лежала и молчала. Если он был рядом, то просто закрывала глаза, чтобы не нужно было отвечать на его вопросы. А вообще, ей очень хотелось умереть. Когда Катя закрывала глаза, то видела их, своих нерожденных детей. Игорь забил тревогу, когда она стала разговаривать с детьми, с теми самыми, которые не родились. Катю забрали в больницу. Она была отрешенная. Мужу даже страшно было смотреть на нее. Пустой взгляд, никаких эмоций. Через две недели лечения доктор сказал ему. Все это хорошо, конечно, уколы, присмотр, но до конца решить эту проблему не поможет. И что же мне делать? Нужна полная смена обстановки, прям вот кардинальная. Съедите на море, на горнолыжный курорт, а лучше туда, где ваша жена вообще еще не была. Именно из поездки они привезли последнюю беременность. И это была не беременность по ЭКО, а обычная, настоящая. Катя порхала, как бабочка. Я точно знаю, в этот раз все будет хорошо. Так и было. Она прекрасно себя чувствовала. Кушала за двоих, много гуляла. И Игорь тоже был уверен, что все будет хорошо. Ведь все по-другому. Катя открыла глаза. Ничего не болело. Вообще ничего. Она осторожно подняла руку. Живота не было. Ребенок. Мой ребенок. Она хотела вскочить. Вырвала из руки капельницу, но ее тут же придавили к кровати. Вы что, нельзя? Мой ребенок, где моя девочка? Катя готова была порвать всех. Успокойтесь, схожу и все узнаю. Что вы ведете себя, как ненормальная? А еще мама. Катя замерла. Мама. Что жена и правда так себя ведет? Ей так стыдно стало. И вместе с тем как-то радостно. Медсестра ушла. Время тянулось медленно. Катя несколько раз порывалась встать, пойти найти своего ребенка, но каждый раз останавливала себя. Медсестра вернулась только через пару часов. Ребенок в реанимации. Пока вам его показать нет возможности, врачи делают все необходимое. Катя резко села на постели. Мне нужно к ней. Вы не понимаете, мне к ней нужно. Медсестра повысила голос. Это вы не понимаете. Ребенок родился намного раньше срока. Ему нужна сейчас помощь врачей, а не ваши постоянные слезы. Не мешайте докторам. Подумайте о малышке. Немного помолчала и уже более мягко сказала. Потерпите немного. Вы же и сами все должны понимать. Катя понимала. И как бы ей не хотелось, но она сдерживала себя. Тихо плакала. Молилась неумело, но сдерживалась. Вот к ней придет Игорь, и он все узнает. Все сделает, и все будет хорошо. Игорь пришел, когда за окном было уже темно. А вид у него был так себе. Катя с беспокойством смотрела на мужа. Игорь, что? Ты узнал, как наша девочка? Он долго смотрел на нее молча, потом произнес. Кать, все будет хорошо. Нужно время. Ты же понимаешь, она была не готова появиться на свет. Все произошло слишком быстро. Катя старалась понять, старалась принять, но никак не получалось. Через два дня она твердо сказала мужу. Если мне сегодня не покажут нашего ребенка, то я... Я не знаю, что я, но точно сделаю что-то плохое. Игорь, скажи мне, что ты скрываешь от меня? Что вы все скрываете? Катю начинало трясти. Игорь обнял ее. Катюш, все хорошо, слышишь? Доктор обещал, что завтра нашу девочку тебе принесут. Катя подняла на него мокрое слез лицо. Правда? Ты говоришь правду? Ну, конечно. Так что отдыхай и высыпайся. С завтрашнего дня у тебя начинаются самые настоящие материнские будни. Катя послушно легла на бок. Игорь укрыл ее, поцеловал и тихо вышел из палаты. Постоял минут пять подперев спиной стену, а потом решительно двинулся к кабинету врача. Открыл дверь. Можно? Я подумал. Катя спала отлично. Она как-то сразу успокоилась после мужа. Ему верить она привыкла. А утром ее разбудили какие-то непривычные звуки. Катя открыла глаза. Перед кроватью стояла медсестра. Она улыбалась, а на руках у нее на руках у нее был ребенок. Ее. Катин малыш. Она держалась как могла, но слезы вновь покатились по щекам. Моя девочка. Медсестра осторожно переложила ей на руки новорожденную. Ну, вы пока знакомьтесь, а я минут через десять приду. Буду вас учить, как ухаживать за малышкой. Катя, честно говоря, и не слышала, что та сказала. Все ее внимание было сосредоточено на дочери. Такое все маленькое, такое родное. На следующий день их перевели в частную клинику. Малышка была слабой и первое время требовалось специальное наблюдение врачей. Игорь приходил каждый день. Катя и Верочка очень ждали его прихода. Он приходил, брал ребенка на руки, а Катя садилась рядом. Так они и сидели, рассматривая личико. Катя чувствовал, что сейчас между ними троими какая-то особенная связь. Такая крепкая, сильная. Домой их выписали через три недели. И вот тут-то началось совсем не то. Не такая жизнь, о которой мечтала Катя. Верочка плакала третью ночь подряд. Катя ходила из угла в угол, укачивала ее и сама почти падала с ног. В дверях появился заспанный Игорь. Не спит? Катя вздохнула. Нет. А доктор что говорит? Говорит, что это колики. Что это бывает у всех детей и нужно давать лекарства. Она его выплевывает. Катя так устала, что сейчас уснула бы прямо на полу, да даже стоя. Давай я покачаю немного, а ты поспи пару часов. Но тебе же на работу утром. Ничего, опоздаю на часик. Катя чмокнула мужа и быстро прошмыгнула в спальню. Кажется, даже не коснулась подушки, как уже спала. Разбудил ее плач. Не громкий, а как будто где-то далеко. Она вскочила. В комнате никого. Во второй тоже. Верочка плакала на кухне, а рядом, положив голову на руки, сладко спал ее муж. Ребенок был красно-фиолетового цвета. Катя выхватила ее из качалки, прижала к себе, и Верочка как будто немного затихать стала. «Игорь, Игорь, ты с ума сошел? Ребенок надрывается, а ты спишь!» Муж подскочил. «Прости, сам не заметил». Она не дала ему ни слова сказать в свое оправдание. «Прости, да как ты мог? Она же беспомощная, она кричит, а ты спишь!» Катя уже давно перешла на крик. Глаза мужа сузились. «Катя, остановись, а? Я же не специально». «Но где там?» Только когда хлопнула входная дверь, Катя резко замолчала. «Господи, что она творит?» Вечером Игорь не пришел. Написал смс, что очень много работы. Катя понимала, что он обиделся, но отвечать ничего не стало. Тем более, что в сервисах время от времени случались апокалипсисы. Игорь становился рядом с механиками, чтобы все успеть. Она тоже обиделась. И в этой ситуации не права не только она, но и муж тоже. Вернулся он только под вечер следующего дня. Чумазый, грязный, пахнущий машинным маслом. Поцеловал Катю, потерся носом о нос Верочке. Малышка смешно сморщилась и чихнула. Они рассмеялись. «Иди, пап, смывай себя все это быстро, а мы тебя кормить будем». Верочке исполнилось семь месяцев, и все ночные противостояния закончились, просто в один день. Вера уснула, Катя по привычке сразу тоже рухнула. Проснулась часа через три, тишина. Катя подошла к кроватке. Верочка спала на спине, разметав ручки и ножки, и даже немножко улыбалась во сне, а раньше спала только на боку, поджав к животику ножки. Катя залюбовалась. Какая же все-таки дочь у нее красивая. На день рождения Верочки было решено устроить грандиозный праздник. Конечно, со всеми имеющимися родственниками. Катя старалась, готовила, украшала комнаты. Первыми приехали ее родители. «А где там самая красивая девочка на свете?» Из комнаты, быстро перебирая ножками, появилась Вера. Катя купила ей пышное платье. И Верочка как будто понимала, что ползком хоть и быстрее, но сейчас неуместно. Весь вечер топала ножками. Следом приехали свекры. И Катя поняла, что пока праздник не закончится, ребенка ей все равно не дадут. Она улыбалась, глядя на то, как бабушки с дедушками на перегонки старались угодить внучки. «Катюш, вот как ты думаешь, на кого она больше похожа, на тебя или на Игоря?» Катя пожала плечами. Даже не задумывалась ни разу. Главное, что она есть, что она здоровенькая. Ну и правильно, каждый человек должен быть похож на себя. Вечером, когда Катя мыла посуду, а Игорь ей помогал, она задумчиво произнесла. «Слушай, а я вот сегодня подумала, наша Верочка и правда ни на кого не похожа». «Глаза мои, брови мои». Катя задумчиво посмотрела на него. «Ты так думаешь?» «Нет, я так не думаю, я так уверен». «Кать, ты чего?» Она махнула рукой, рассмеялась. «А, и знаешь, вспомнился фильм, где свекровь объединила невестку в том, что она ребенка нагуляла, потому что он не был похож ни на кого из них». Они рассмеялись и Игорь ответил. «Кать, ты меня пугаешь, вроде бы рано становиться такой кумушкой». Когда Верочке исполнилось три года, они собрались на море. Катя порхала, а Игорь только вздыхал. «Игорь, ну что не так?» «Да все так, Катюш. Просто ты же знаешь, у меня в соседнем городе только открылись три мастерские, присматривать надо». «И что ты предлагаешь?» «А может быть вы с Верочкой без меня?» Катя опешила. «Мы же собирали семью, Игорь, и потом, билеты уже куплены, путевки на руках. А ты возьми Валю, ну она же твоя подруга, крестной Верочке, съездите отдохнете». Катя растерянно замолчала. Валю она конечно любила, Валя была ее самой лучшей подружкой, но... «Ну мы же...» Игорь, почувствовав, что Катя дала слабину, быстро заговорил. «Катюш, ну ты же и сама все понимаешь, новые сервисы нужно присмотреть, но я же для вас стараюсь, для вас с Верочкой». «Ну ты и так все время на работе, а Верочке нужны не только деньги, но и папа». «Зато у Верочки замечательная мама, а не дала себя поцеловать перед посадкой». Валя же, как только они устроились в самолете, сказала. «Ну и дура ты, мать, нельзя же так, Игорь ради вас как конь, высох вон весь». Катя повернулась к подруге. «Валь, ну это же неправильно, семье тоже нужно выделять время». «Я не пойму, Катя, что тебе не так? Он тебя любит, Верочку любит, обеспечивает вас всем. У Верочки такие игрушки не у всякого ребенка олигарха есть. Не гуляет, с работы домой, в баню даже с друзьями не ходит. Но вот что тебе не так-то? Вот надоест ему такое отношение, найдет себе молодую, веселую и будешь тогда знать. А я, значит, старая и скучная. Ты не обижайся, ты моя лучшая подружка и я очень тебя распорядку. Еда, сон, просмотр телевизора. Катя возмущенно перебила подругу. Валя, это распорядок, ребенок должен воспитываться правильно. Возможно, в чем-то ты и права, но, во-первых, Вера ребенок. Она должна шалить, разбивать коленки, бегать во дворе с другими детьми. А во-вторых, мало того, что у Верочки распорядок, как у солдата, теперь вы все так живете. Катя подругой. Но что плохого в том, что она хочет добра для дочери? Катя, конечно, в глубине души понимала, что ребенок должен быть ребенком. Но вдруг Верочка поцарапается, разобьет что-то. Она же просто не переживет этого. Валя и Катя забыли о ссоре, как только вышли из самолета. Господи, как же хорошо. Они улетали, когда на улице было плюс десять, а здесь жара, песок, белозубые загорелые люди. Простите, вы и в какой отель? Катя обернулась. Рядом с ними стояли два мужчины. Они сидели в самолете позади. Валя с улыбкой ответила, и один из мужчин воскликнул. Я так и знал. Я был уверен, что нам по пути. Катя недовольно отвернулась, взяла Верочку на руки. А давайте я вам помогу. Второй мужчина подхватил даже сказать ничего не успела. Чуть дальше их ждал автобус. Мужчина молча загрузил поклажу и уселся неподалеку от Кати. Валя и второй мужчина сидели вместе и о чем-то оживленно беседовали. Когда подъехали к отелю, мужчина ни слова не говоря взял чемодан Кати и понес ко входу. Она была возмущена. Сама бы справилась, ну или помог бы кто-то из персонала. Верочка рассматривала все вокруг. Ей было интересно все. Она попросила сидеть ножками и Катя нехотя отпустила ее. Вера засмеялась и побежала по дорожке. Катя хотела броситься следом, окрикнуть, но, взглянув на Валю, промолчала. Так и шли до двери отеля. Мужчина с ее чемоданами впереди, она сзади, а Верочка бегала то до него, то возвращалась к ней. И Катя поймала себя на том, что улыбается. Просто улыбается. Валя ворвалась в номер как вихрь. Катюх, давай собирайся, Кирилл и Александр ждут нас. Кто ждет? Ну, кто, кто, спутники наши? Я никуда не собираюсь с ними идти. Да ты что, они хорошие, предлагают немного прогуляться вдоль моря. Все равно сегодня уже загорать и купаться поздно, а вот пройтись посмотреть самое то. Да и Верочка, если устанет, сможет не на твоих руках ехать, а на сильных мужских плечах. Валь, ну как ты не понимаешь? В конце концов, это совершенно неприлично. Мы прекрасно прогуляемся одни. Валя села на постель. Я не понимаю, что с тобой не так? Тебе же не встречаться предлагают, а прогуляться. Мы уже знакомы, они говорят по-русски, хорошие люди. Кать, ну что с тобой? В последнее время слишком часто она стала слышать, что все с ней не так. Ладно, дай на время собраться. Окей, мы у входа. Катя и Верочка вышли через пять минут. Вера носилась как заведенная. Несколько раз упала. Катя дернулась, чтобы подбежать к ней, но малышка уже вскочила и бежала дальше. Тем более, что бегала она не одна. Рядом с ней все время соревновался Кирилл. Тот самый мужчина, который нес им чемодан. Правда, Кирилл все время проигрывал Верочке, делая вид, что горько плачет. И она тут же бросалась его утешать. А потом забеги возобновлялись. Смотрите, там зонтики и кафе. Валя показывала рукой вдоль берега. Кирилл серьезно посмотрел на Верочку. А мы хотим кушать. Вера не менее серьезно кивнула. Катя улыбнулась. Мы даже кошелек не взяли с собой. Кирилл ответил. А вот это совершенно не важно. Они просидели в кафе почти два часа. Верочка клевала носом и Кирилл сказал. Так молодежь, вы гуляйте, а я провожу маленькую принцессу до кровати. Вот сейчас Катя была ему очень благодарна. Усталость навалилась как-то внезапно. Спасибо вам большое. Мы похоже слишком далеко ушли. Я бы ее не донесла. Вера уснула на плече Кирилла за секунду. Мы столько неудобств вам доставляем. Да перестаньте, Катя. Знаете, у меня нет детей. И сейчас я понимаю, что это оказывается очень приятно, когда вот такой маленький человечек рядом. Катя с любопытством посмотрела на него. Он улыбнулся. Мне кажется, я знаю, что вы хотите спросить. Нет, я не был женат. Была у меня любовь, но как-то не сложилось. Она хотела очень много внимания, много денег, а у меня Сашка после операции на ноги подняться не мог. Пришлось убирать между ним и ей. И вы выбрали брата. А сейчас? Ведь с братом все хорошо. Почему вы не найдете ее? Не знаю. Честно говоря, думаю, она уже давно замужем. Зачем лезть чужую жизнь? Нельзя так с человеком. За это время, надеюсь, она сумела забыть и простить меня. Очень надеюсь, что счастлива. Катя задумалась. Даже и подумать не могла, что в это нелегкое время есть люди, способные на такие большие поступки. Не то, что Игорь. Не смог даже работу свою на две недели ради них оставить. На следующий день Валя восторженно рассказывала о Саше. Ты знаешь, он такой, Катя улыбнулась. Какой? Подруга была уже три года как в разводе. И до этого момента клятвенно всех заверяла, что в ее жизни никаких там мужчин больше не будет. Катя, конечно, не стала ей об этом напоминать. Давно она Валю Глаза горят. Вся как будто из энергии состоит. Он каскадер. Ты представляешь? Настоящий каскадер. Его брат был против того, чтобы он занимался трюками. Хотел, чтобы он помогал ему в семейном деле. У них то ли рестораны, то ли кафе. В общем, несколько лет назад они очень сильно поссорились и даже перестали общаться. Совсем представляешь? Сашка уехал в большой город и работал там. Ну, в общем, выполнял трюки за они с другом выступали. Я точно не знаю, как это все называется. Саша говорил, но слова такие сложные. В общем, однажды что-то пошло не так. Он сказал, что расстегнулся какой-то замок, и они вместе с мотоциклом выпали куда-то. Он очень сильно разбился. Врачи долго боролись за его жизнь, а потом, когда самое страшное было позади, ему объявили, что он не сможет ходить. Представляешь, что это значит для человека его профессии. В общем, лежал он никому не нужный. Говорит, даже думал о том, чтобы свести счеты с жизнью. И каким-то чудом, вроде в новостях или еще где-то, об этом услышал Кирилл, его брат. Он приехал, нашел Сашку в каком-то чуть ли не приюте. Саша не хотел обращаться к брату, но получалось, что у него у самого деньги быстро закончились, а Кирилл приехал такой варили. В общем, Кирилл потратил страшные суммы, возил Сашу везде, и в какой-то супер клинике ему сделали операцию. Сашка ходит всего полгода, представляешь? Я бы никогда не подумала. Держится так, будто и не было ничего. Да уж, целая история, настоящая семейная любовь. Валя мечтательно вздохнула. Ой, Кать, такого мужчины я еще не встречала. Катя рассмеялась. Валь, вспомни, что ты говорила еще совсем недавно. Валя серьезно посмотрел на нее. Нет, это совсем другое. Ну, хватит мечтать, вряд ли получится что-то большее, чем курортный роман. Катя вздохнула. Если так, то Валя совсем разочаруется в мужчинах, а ведь ей 30, детей нет. Вечером к ним в номер постучали. Да, входите. Вошел Кирилл. Верочка бросилась к нему, а он со смехом подхватил ее на руки. Так, а почему мы в такую прекрасную погоду сидим заперти? Катя растерянно посмотрела на Валю, потом ответила. Ну, мы днем были на пляже, долго побоялись быть, все-таки еще не привыкли к солнцу. Это правильно. А вот сейчас, когда на улице очень хорошо, а самое главное красиво, вы спрятались? Быстро одеваемся. Там какое-то костюмированное представление на улице начинается. Сашка из последних сил бьется за наши очень удобные места. Через минут десять они уже наблюдали импровизированный маскарад. Верочкины глаза были похожи на блюдца. Она вскочила и пританцовывала. Вдруг к ней подошел один из танцующих мужчин. С улыбкой наклонился и протянул ей руку. Вера важно положила ему ладошку в руку и пошла в круг. Катя смотрела, как ее дочь отплясывает с танцором и заливалась смехом. После праздника они пошли в уже знакомом направлении. Их узнали. Верочки принесли высокий стул, но Вера желала сидеть только на коленях у Кирилла. «Вер, иди к маме, дядь Кирилл устал». Он удивленно посмотрел на Катю. «Кать, ну что, вы хотите отобрать у меня этого ангела?» Как и накануне, обратную дорогу Верочка проспала на руках у Кирилла. «Это становится традицией». Кирилл посмотрел на нее долгим взглядом. У Кати мурашки пробежали по коже. «Разве это плохо?» «Саша с Валей мне кажется скоро вообще покинут нашу компанию, так что придется нам коротать вечера втроем. Спасибо вам за компанию, мне пора». Он легко взял руку Кати, поцеловал и ушел. А Катя прижала руку к груди. Сердце буквально выскакивало из нее. Она схватила телефон и закрылась ванной. Игорь долго не брал трубку. Взял только с третьего раза. Рядом с ним что-то грохотало и лязгало. «Катюш, привет, как вы там?» «Игорь, ты за два дня нам ни разу не позвонил». В трубке на минуту наступила тишина. «Ну что ты сразу с обвинениями? А не звонил да потому что знал, что ты обижена и нормального разговора не получится». Сердце сразу успокоилось. Пропало ощущение легкости, зато появилась какая-то раздражительность. «Катюш, как там Верочка? Ей нравится?» «Нравится. А ты, как настоящий отец, мог бы днем позвонить? Сам спросить у Верочки? Слава Богу, она не три слова знает». «Кать, я не хочу ссориться. Понимаю, ты обижена, но я устал как собака. У нас сегодня...» «Мне не интересно, что у вас там сегодня?» Катя отключилась. Все романтическое настроение пропало. Появилась обида, да еще и какая. Но вот что стоило дочь домой. Катя легла. Сон не шел. Что-то не так в их отношениях. Такое ощущение, что Игорю совсем на них наплевать. Катя бьется, воспитывает дочь, старается, чтобы дома было уютно и чтобы Игорь знал, что его всегда ждут. А он черствый какой-то стал, как его железяки. Нужно что-то делать». Катя вспомнила Кирилла. «Вот каким должен быть мужчиной?» Интересно, какая бы у нее была семья, если бы мужем ее был Кирилл, а не Игорь? Катя разозлилась на себя еще больше, чем на Игоря. Хотя Игорь был виноват. Если бы он себя так не вел, то она бы не думала о других мужчинах. Они уже неделю были на море. С Игорем за это время разговаривали только два раза. Да и то какие-то сухие разговоры были. Ни о чем. Кирилла стала похожа на маленького чертенка. А еще она отказывалась расставаться с Кириллом. Пока Катя загорала, они строили замки из песка. Обедать только вместе с Кириллом. А однажды в ресторане официант, видимо желая сделать комплимент, произнес, глядя на Кирилла. «Ваша дочь так похожа на вас». Катя покраснела, Валя открыла рот, а Кирилл просто ответил. «Спасибо, я знаю». Когда официант отошел, Кирилл пояснил. «Ну, объяснять человеку, который на русском знает три фразы, что и как на самом деле, нет смысла». Все как будто отмерли. Саша рассмеялся. «А я уж подумал, что я что-то пропустил». «Кстати, Кирилл, а ведь Верочка и правда похожа на тебя». Катя стал неприятен этот разговор, и она в этот вечер ушла рано. Вера, конечно, капризничала, но в номере мама включила ей мультики, и малышка успокоилась. Катя взяла телефон. Сейчас она позвонит мужу и скажет, как сильно соскучилась по нему, но Игорь трубку не взял. Она швырнула телефон на кровать. Уже ночью пришло сообщение. Замазюканный Игорь на фоне какой-то огромной машины. Счастливый такой, не то, что Катя сейчас. Она даже отвечать ничего не стала. Раз ему интереснее со своими железяками, пусть они ему и отвечают. Два дня Катя практически не выходила из номера. Ну, то есть выходила, когда Саша, Кирилл и Валя куда-нибудь уезжали. То на экскурсию, то еще куда. Сказала, что приболела. Подруга головой покачала. Катя, ну, ты же понимаешь, никто не поверит. Валь, мне плевать. Я вообще жду не дождусь, когда мы уже домой поедем. Валя вернулась. Села рядом с Катей на кровать. Все так плохо. Катя повела плечами. Ты о чем? Катя, я знаю тебя тысячу лет. Валь, не хочу говорить на эту тему. Валя, Саша и Кирилл уехали до завтрашнего дня. Катя же немного прогулялась с Верочкой. Потом уложила дочку, взяла с собой радионяню и вышла на открытую общую террасу. Подумав немного, вернулась за бокалом вина, оперлась на перила и любовалась морем. Мне казалось, что вы взрослая женщина и должны понимать, что от себя спрятаться невозможно. Катя прикрыла глаза. Кровь сразу забурлила в жилах. Досчитав до пяти, она повернулась. Кирилл, вы же должны были уехать вместе с Валей и Сашей. Он усмехнулся. А вам не кажется, что в их компании я был бы третьим лишним? Была надежда увидеть вас. Не стал подходить к вам днем, чтобы вы не думали, что я вас преследую. Катя старательно избегала смотреть ему в глаза. Катя, ей пришлось поднять глаза. Катя, почему вы прячетесь от меня? Она хотела сказать, что ничего подобного. Она не прячется, а просто приболела. Но стояла и просто смотрела на него. Кирилл наклонился, поцеловал. И Катя почувствовала, что пол под ногами качнулся. В свой номер она вернулась только к утру. Катя понимала, что сошла с ума, что то, что она натворила, не поддается никаким оправданием. Игорь для них все, она... Оставшееся время для отъезда она очень старательно избегала встреч с Кириллом. Валя молчала и больше ни одного слова про Кирилла не говорила. Как назло, у них с Кириллом и Сашей были совершенно одинаковые путевки. И как по закону подлости их места в самолете оказались рядом. Валя тут же поменялась с Кириллом местами. И он оказался на соседнем сидении. Сначала молчали. Верочка тут же перебралась к нему на руки и уснула. Потом он смотрел на Катю. Мы могли провести несколько замечательных дней. Не могли. Я замужем. Но ведь нам было хорошо. Катя начинала злиться. Кирилл, это было под минутным влиянием. Курорт, ночь, романтика, вино это. Я очень сожалею о том, что произошло. Он усмехнулся. А я нет. Я никогда не чувствовал такого. И знаете, Катя, я бы с удовольствием встретился с вами еще. И еще. Катя покраснела. Это невозможно. Я замужем. Я люблю своего мужа. Если не ошибаюсь, того самого, который никак не может найти на вас время. Вы ведь не поэтому здесь одни. А вот это уже не ваше дело. Кирилл снова усмехнулся. Как бы вы не злились, но то, что между нами было, не назовешь случайной искрой. Вот тут Катя была согласна. Даже сейчас, когда Кирилл сидел рядом, просто сидел, ее все как будто током било. Она не могла находиться рядом с ним. Ну не уже ли разлюбила Игоря. Игорь встречал ее с огромным букетом цветов. И еще одним, чуть поменьше. Первый к нему бросилась Верочка. Папа, папа! Катя с каким-то облегчением упала к нему в объятия. Как хорошо, как спокойно. Она краем глаза видела, как Кирилл наблюдает за ней и поспешила отвернуться. Игорь, скорее поехали домой. Так соскучилась по дому, по тебе, по всему. Муж улыбнулся, подхватил на руку дочку, другой руку взял чемодан. Эх, если бы вы знали, как я соскучился. Дома Катя почувствовала себя более уверенной. Все было свое, родное. Она постаралась не вспоминать Кирилла и у нее почти получилось. Правда? Кать, скажи, что происходит? Ты все еще обижаешься на меня? Катя дернулась, повернулась к нему. Она как раз мыла посуду. Игорь, я не понимаю, о чем ты? Кать, ты приехала с моря совсем другая. Не моя, а какая-то чужая. И я не могу понять, что с тобой. Уж не приключился ли там курортный роман? Катя через силу рассмеялась. Конечно, приключился. Даже два. Игорь обнял ее. Что-то я стал как брюзга. Если бы не знал тебя так хорошо и если бы не был уверен в тебе, то точно бы подумал, что ты там с кем-то встречалась. Больше всего на свете Катя боялась встретить Кирилла. Прошел уже год. У Вали давно был другой кавалер, и Катя начала успокаиваться. Ну, сорвалась, с кем не бывает. Но она всегда любила Игоря. И будет любить. Сделает все, чтобы он никогда ничего не узнал. Да, ее грызла совесть, но Катя попробует исправиться. Муж еще не раз говорил, что больше на море ее одну не отпустят, потому что оттуда она не с собой возвращается. Через три дня у Верочки день рождения. Катя купила подарок и зашла в новую кондитерскую, которую все расхваливали, чтобы заказать торт. Катя, она резко обернулась. Перед ней стоял Кирилл. Ты, ты что здесь делаешь? Он усмехнулся своей чарующей усмешкой. Ну, этот вопрос должен был задать я. Вообще, это одна из моих кондитерских. Вот как? Ты же пришла не просто так. Хотела торт заказать у Верочки день рождения. У Верочки? Кирилл повернулся, подозвал какую-то девушку. Примите заказ. Самый лучший торт. Разумеется, с героями. За мой счет. Кирилл, не нужно. Это не для тебя, это для Верочки. До встречи. Нет, постой. Никаких встреч, слышишь? Он улыбнулся. Конечно. Катя пришла домой и села в прихожей на стульчик. Из комнаты вышел Игорь. Катюш, что случилось? Нет, ничего, просто устала. Стол был накрыт. Валя в смешном колпачке распечатывала с Верочкой подарки. С Векрой обсуждали очередной рецепт мяса для барбекю и тут в дверь позвонили. Игорь крикнул. Наверное, торт. Вернулся слегка растерянный. Торт? Огромный? А еще вот это? Он протянул Кате букет белых роз. Там торчала открытка самой очаровательной маме-имениннице. Катя растерялась. Посмотрела на Игоря, на гостей. И что это значит? Валя тут же сказала. Ну что-что, сама торт заказывала, вот и сделали тебе комплимент. Чего искать подвох там, где его нет? Вечером, когда слегка захмелевший Игорь спал, а Верочка уснула прямо на диване, обняв сразу все свои подарки, Катя и Валя сидели на кухне. Давай, мать, рассказывай, что с тобой происходит? И что у тебя было с лицом, когда принесли букет? Валя, это Кирилл. Валя вытаращила глаза. Кирилл? Ну как? Как он тебя нашел? Или ты дала ему адрес? Нет. Ах, просто имела неосторожность заказать торт его кондитерской. Я ведь понятия не имела, что он кондитер. Валя присвистнула. И что теперь делать? Катя устала, махнула рукой. Ничего, все расскажу Игорю. У меня уже сил нет. Я чувствую себя такой виноватый, такой... Ты не представляешь, как я сожалею о том, что произошло? Кать, может не надо, Игорь ведь не простит? И не надо. Я подам на развод. Игорь не заслуживает такую жену, как я. А как же Верочка? А что Верочка? Я думаю, мы расстанемся как цивилизованные люди. Верочка будет жить со мной, а папа сможет видеться с ней в любое время. Валя покачала головой. Как же так? Вы столько лет вместе, вы всегда вместе. Разговор получилось начать только через несколько дней. Веру забрали родители, повели в зоопарк. Игорь, нам нужно поговорить. Муж полотоядно улыбнулся. Согласен, пока дочери нет, нам обязательно нужно поговорить. Он расставил руки и пошел на нее. Катя вывернулась. Игорь, я серьезно. Он сел на стул, посмотрел на нее. Случилось что-то? Да, Игорь, я тебе изменил и хочу подать на развод. Он долго молчал, склонив голову. Тогда на море? Да. После этого? Нет, конечно нет. Я знал, что ты мне изменила. И мне было очень больно. Откуда? Катя смотрела на него огромными глазами. Игорь ответил просто. Я же люблю тебя. Не почувствовать такое просто невозможно. Катя, я много думал, и я простил тебя. Не хочу, чтобы из-за этого рушилась наша семья. она погладила его по руке. Нет, Игорь, я так не могу. Я как будто измазана грязью. Не хочу, чтобы рядом с тобой была такая женщина. Он поднял на нее грустные глаза. И что же нам делать? Я подам на развод. Ты можешь видеться с Верочкой когда захочешь. Прости меня, Игорь, я не могу по-другому. Я должна ответить перед самой собой. Их развод для всех стал как гром среди ясного неба. Плакала мать Кати, плакала мать Игоря. Катенька, ну скажи, что не так? Я своему сыну устрою, мало ему не покажется. Вы что? Игорь замечательный, Игорь лучший, просто, просто так нужно. Никто из родителей так и не узнал настоящую причину. Катя, вы с Верочкой должны остаться в доме. А ты? Я перееду пока к родителям, потом что-нибудь решу. Игорь, это не обсуждается. Для Веры все это и так стрессом будет, а еще если место жительства менять. Жизнь без Игоря с первого дня показалась Кате адом. Все было не так. Ей не нужно было никого ждать. Не нужно было никого укрывать ночью одеялом или толкать, чтобы не храпел. Ей было страшно тяжело. Но при этом Кате была довольна. Так ей надо. За то, что она сделала. Пусть ей будет как можно хуже. Валя крутила у виска. Катюх, я никогда тебя не пойму. Нет, ну я бы поняла, если бы ты решила уйти к Кириллу. Нет, не поняла бы, конечно, но тогда в твоих поступках была бы хоть какая-то логика. А так ты можешь мне объяснить, если Игорь тебя простил. Зачем это все? Он похож на скелета с черными глазами, да и ты не лучше. Он справится, привыкнет, а ты, а мне так и надо. Ты ненормальная, ненормальная. Одумайся, что ты творишь, тебе нужно к психиатру. Валь, мы все справимся. Ты бы хоть о дочери подумал, а? Прошло три месяца, сидим дома сидишь, ребенок не гуляет, нигде не бывает. Я скажу родителям, чтобы они забрали Верочку. Катя долго смотрела на подругу, потом сказала, ты во всем права, но сейчас уходи, пожалуйста. Валя молча встала и вышла. Катя, собравшись силами, вошла в комнату. А чем занимается моя девочка? Она окинула взглядом большую стопку рисунков. Ну, конечно, чем может заниматься ребенок, когда у нее такая мать? Верочка, а пойдем погуляем в парк, мороженое будем есть, на каруселях кататься. Глаза у ребенка загорелись. Мам, правда, правда в парк? А папа, папа пойдет с нами? Солнышко, папы очень много работы, я пока не могу тебе сказать. Они так замечательно провели время. Катались на колесе обозрения, потом на каких-то цепочках качелях, а потом Катя взмолилась, что она больше не может. И Верочка снисходительно разрешила ей посидеть на скамейке и посмотреть, как Вера катается на красивых лошадках. А потом они устали обе, решили купить мороженое и просто посидеть в парке. На улице осень. Прекрасная пора, когда погода радует, а погода была просто замечательной. Тепло, сухо, весь парк усеян разноцветными листьями. Катя села на лавочку и сказала, как же здорово. Вера смогла усидеть на месте ровно до того момента, пока у нее закончилось мороженое. Она носилась туда-сюда, а Катя думала о своем. В какой-то момент Вера остановилась прямо перед ней. Мам, там братик, давай его тоже мороженое угостим, он очень хочет, я спросила. Братик? Нет, Верочка, у тебя нет братиков, это просто мальчик. Дочка упрямо качнула головой. Пойдем, сама посмотришь. Конечно, Катя купит мороженое тому мальчику, скорее всего, какой-нибудь ребенок из неблагополучной семьи, но нужно как-то объяснить Вере, что у нее не может быть братиков, она у них единственный ребенок. Они подошли к мальчику, который сидел на лавочке, спиной к ним, и Верочка сказала, пойдем, мама купит мороженое. Мальчишка повернулся, и Катя схватилась за спинку скамейки. Перед ней была ее Верочка, только коротко стриженная и в одежде мальчишки. Что это? Как это? Сомнение в том, что этот паренек имеет отношение к ее дочери, просто не могло быть. Катя, как во сне, купила сразу несколько мороженых, усадила детей на лавочку, а сама вытащила телефон. Игорь, Катя, что случилось? С Верой что-то? Игорь, пожалуйста, приезжай в парк, срочно, я не понимаю, что происходит. Где вы, точно скажи? Катя как смогла объяснила. Я сейчас буду на месте, стойте! Не прошло и десяти минут, как Катя увидела бегущего по дорожке Игоря. Сердце сжалось. Как же она соскучилась. Папа, папочка, а я братика нашла. Вера кинулся в объятия отца, а он удивленно посмотрел на дочь. Кого нашла? Братика, пойдем я познакомлю тебя. Она слезла на землю, взяла папу за руку и подвела к мальчишке. Это Пашка, знакомься. Катя видела, что муж стал белым, как полотно. Он молчал минут пять, потом повернулся к ней. Катюш, присядь, нужно кое-что тебе рассказать. Честно говоря, у Кати всколыхнулась надежда. Может быть, Игорь ей тоже изменил? Да, это будет страшно неприятно, но тогда они смогут забыть все и снова жить вместе или не смогут. Катю даже передернула от мысли, что Игорь ей изменял. Он какое-то время молчал. Она не торопила, понимала, что то, что он хочет ей рассказать, это что-то очень серьезное. Когда мы приехали в роддом, врач сразу сказал, что у ребенка нет сердцебиения. Это был конец. Я знал, что ты не переживешь. Знал, что если не переживешь ты, то не переживу и я. Первые два дня я метался. Не знал, что делать. Ты еще была в таком состоянии, что тебя можно было заговорить, а потом... Потом ты стала слишком настойчиво спрашивать про нашу дочь. Катя подняла на него полный ужаса глаза. Ты... Ты хочешь сказать, что наша дочь... Наша дочь умерла, еще не родившись. Катя, пожалуйста, возьми себя в руки. Но Верочка, она же моя... Наша Катя, наша... На третий день, когда сдерживать себя было очень сложно, в роддом поступила малышка, сирота. Видимо, какой-то залетный поматросил и бросил. Поступила в ужасном состоянии. На учете не стояла, у врачей не наблюдалась. Рожать не приехала, терпела, пока совсем не стало худо. Тогда вышла на улицу, упала, а скорую вызвали прохожие. В общем, роды были очень тяжелые. Девчонку спасти не удалось. Она родила близняшек, мальчика и девочку. Я даже не знаю, как мне пришла в голову эта мысль. Я подошел к доктору. Сказал, что детей ведь все равно отправят в детдом. Попросил, чтобы нам отдали девочку. Сказал, что заплачу. Не могу сказать, но у меня было такое чувство, что врач будто ждал моих слов. Он озвучил сумму, и я понял, что столько денег у меня нет. Продать все быстро не получится, да и что я скажу тебе? А когда посидел у тебя, понял, без вариантов. Позвонил знакомому, а он пообещал помочь с кредитом. Не буду говорить тебе, сколько это стоило, скажу так, я пять лет отдавал банку огромные суммы. Так ты поэтому всегда на работе, и не поехал с нами на море? Ну да, мне же хотелось, чтобы Верочка вообще ни в чем не нуждалась. Я понимал, брата и сестру ничего не мог придумать. Даже если бы потом я уговорил тебя, чтобы усыновить мальчика, ты бы поняла, что они слишком похожи. Мальчишку отправили в наш детский дом. Катя сидела и смотрела в одну точку. И все это ради меня? Ради тебя? Ради нас? Я не знаю ради кого, но получилось так, как получилось. А та девочка я помог с похоронами. Ты знаешь, она сирота, конечно, но училась и даже неплохо, на хорошую работу устроилась. Доктор говорил, что соседи рассказывали, якобы ее бросил отец детей, и с того момента она будто головой тронулась. Ну, не знаю, правда это или нет. Где похоронена наша дочь? Катя. Я хочу знать. Рядом с той девушкой. У меня не было выбора. Я не думал, что когда-нибудь все всплывет наружу. И что же нам теперь делать? Я не знаю, Катя. Просто знаю, что одна ложь тянет за собой другую. Катя встала, подошла к детям. Паша, а ты где живешь? Тот хмуро посмотрел на нее из-под бровей. А тебе зачем? Ну, уже поздно. А тебе, наверное, беспокоится? Мальчишка махнул рукой. Не, не беспокоится. Они там сериал смотрят. Катя улыбнулась. Кто они? Воспитатели, нянечки. Кто же еще? Нам телевизор смотреть не дают. Говорят, что мы не заслуживаем. Катя и Игорь переглянулись. А знаешь что, Павел, пойдем к нам в гости? А можно? Мальчишка недоверчиво посмотрел на нее. Конечно можно. Ты просто не представляешь, сколько у Верочки игрушек. Мальчишка усмехнулся. Девчачьи, наверное. Вера тут же уперла руки в бока. А вот ты еще не видел, а уже все знаешь. Катя взяла дочь за руку, вторую протянула мальчику. Идем? Он несмело вложил свою ладошку в ее руку. Папа же нас подвезет? Игорь с улыбкой кивнул. Правда улыбка получилась уж очень вымученной. Дома они с мужем усадили детей за стол. Верочка, которая вообще не очень-то дружила с едой, уплетала суп наравне с Пашкой. Игорь позвал Катю в комнату. Кать, ты же понимаешь, мы сейчас фактически похитили ребенка. Катя непонимающе посмотрела на него. В каком смысле? Это брат нашей дочери. Как мы могли его похитить? А если брат, значит наш сын, так? Кать, все так, но ты же все понимаешь. Она вздохнула, присела. Игорь, я понимаю, но что делать? Ты же тоже понимаешь, я не могу отвезти его в детский дом. Он задумался. Так, звони Вале, пусть едет к тебе, а я поеду навещу нашего знакомого доктора. Сдается, мне он точно сможет нам помочь, чтобы не сидеть в тюрьме. Игорь направился к двери, но Катя его догнала. Игорь, он повернулся. Да? Игорь, ты самый лучший на свете. Он посмотрел на нее какое-то время, потом улыбнулся. Если я такой замечательный, выйдешь за меня замуж? Катя ничего не успела ответить, потому что Игорь выскочил за дверь. Валя сидела на полу перед детьми. Она внимательно смотрела то на Веру, то на Пашу. Отворачивалась, моргала и снова на них смотрела. Потом встала, подошла к дивану и села рядом с Катей. Идентичны. Так не бывает. Подруга, что вообще происходит? Катя в нескольких словах обрисовала ситуацию. Валя долго молчала, потом повернулась к Кате. Я сейчас впервые в жизни просто не понимаю, что нужно делать. Нет, даже не так. Что можно сказать? Катя, а что теперь? Я не знаю, Валь. Игорь поехал попытаться хоть что-то сделать. Верочку я никому не отдам. Да это и невозможно. Она моя дочь и по документам. А Пашу? Пашу я тоже никому не отдам. Это исключено. Катя повернулась к подруге и тоненьким голосом проговорила. Валя, что делать? Что нам делать? Игорь вернулся только к утру. Дети давно спали. Так удачно у дочки в комнате стоял диван помимо кровати. И так удачно она имела несколько пижам, некоторые из которых были темными и вполне понравились Паше. Он очень долго не мог определиться, какую же пижаму надеть. Пришлось Вале и Кате помогать. Мальчика накормили, хорошо помыли. И от Веры его отличала только коротко стриженная голова. Игорь сел за стол. Катя вскочила. Кофе? Покушать? Только кофе. Мне еще нужно в полицию. Там меня будет ждать один человек, который сделает, напишет так, будто мы искали сына. Сына? Да, вот доктор написал, что ребенка украли. В общем, лучше не влезать во все это. Нам отдадут, Пашу, с этим я все решил, но им нужны хоть какие-то официальные бумажки, сама понимаешь. Так что сейчас люди усиленно придумывают правдоподобный бред. Игорь, он отпил кофе и посмотрел на Катю. Что? Игорь, ты снова платишь? Он улыбнулся. Кать, в нашем мой знакомый все еще работает в том банке, так что все у нас получится. Когда он ушел, Валя посмотрела на Катю. Не могу понять, ну вот чего тебе не хватает в этой жизни? Катя пожила плечами. Мозга, наверное. Они пережили все. И разбирательство, которого все-таки не удалось избежать, и отторжение Павла. Игорь всегда был рядом. Одна Катя ни за что не справилась бы. Все деньги ушли на то, чтобы там молчали, там пропустили и так далее. Игорь продал все свои сервисы. Катя боялась даже посмотреть на него. Наконец, наконец, все было закончено. Они сидели в комнате за столом. Катя, Игорь, их родители и Валя. Родителям обо всем сказали только тогда, когда все уже было сделано. Это что же получается? Верочка не наша внучка? Свекровь схлипнула, а свекр стукнул кулаком по столу. Ты че это городишь такое? Верочка наша внучка и точка. Если кто-то хоть раз скажет, что против, то будет иметь дело со мной. Отец Катя тут же добавил. И со мной тоже. Свекр продолжил. И вообще, что вы все сидите, как будто все молоко в мире прокисло? У нас, между прочим, теперь еще и внук есть. Будет с кем на рыбалку сходить? Катя улыбнулась сквозь слезы. А деньги? Деньги дело наживное. Я в своем сыне уверен. Да он ради семьи встанет на ноги, а мы поможем. Что мы, не родители, что ли? Прошло несколько месяцев. Родители и правда скинулись. Игорь смог выкупить один из своих сервисов. Еще одно здание взял в аренду. Было решено, что годик Катя посидит дома, пока Павел немного подзабудет свою прошлую жизнь, а потом уже тоже пойдет работать. В один из дней, в день рождения «Игорь, может быть, я не совсем правильно делаю, но давай съездим на кладбище. Девочки той цветы отвезем, а я на могилке нашей дочки посижу. А дети? Я думаю, они должны поехать с нами». Ехали почти час. Верочка и Паша засыпали вопросами Катю. «А кто она? А зачем мы к ней едем, если ее уже нет?» Катя грустно улыбнулась. «Она тот человек, без которого вас бы не было?» Вера округлила глаза. «Она нас спасла?» Можно сказать и так. «Она помогла сбыться тому, чтобы вы у нас были». В ворот кладбища стояла всего одна машина. Игорь уверенно вел их между оградками, а когда они подошли, то увидели, что там у могилы на коленях стоит мужчина. Пашка тут же громким шепотом спросил. «Мам, кто это там? Она ему тоже помогла появиться». Мужчина обернулся и встал. Катя отшатнулась. И тут в голове начал складываться пазл. «Кирилл, что ты здесь делаешь?» Он смотрел на Катю огромными глазами. «Хотелось бы задать тебе такой же вопрос». «Здесь похоронена моя дочь». Кирилл посмотрел на маленький памятник, потом перевел взгляд на большой. «Погоди». Он посмотрел на детей. Лицо его стало бледным, почти серым. Игорь, который тоже начал кое-что понимать сказал. «Мы немного отойдем. Не нужно, чтобы дети это слышали». Кирилл и Катя сидели рядом. И сейчас между ними не было никаких искр. Они просто разговаривали. «Я же говорил тебе, что ушел от нее. Не знал, понятия не имел, что она беременна. Мила была девушкой с характером. Нисколько не удивлен, что она ничего не сообщила, даже когда пришло время родов. О ее смерти узнал случайно. Все-таки решил последовать твоему совету и разыскать ее. Хотя бы для того, чтобы узнать, как она живет. Узнал. Чуть сознание не потерял. Только мне сказали, что она похоронена вместе с дочкой. Катя вздохнула. Кирилл, и что теперь? Я не знаю, Катя. Даже представить не могу, что у меня двое детей. Знаешь, я пойду. Потом поговорим. Слишком много для меня. Кирилл шел между оградками. Катя смотрела ему в спину. Сейчас он напоминал ей глубокого старика. Домой вернулись поздно. Пока были на кладбище, потом заехали в магазин, там детям срочно понадобилось кафе. Катя за суетой совсем забыла, с чего начался их день. Вечером, когда дети спали, Игорь спросил. Это был он? Катя кивнула. Она видела, как заходили желваки на скулах мужа, и положила руку на его руку. Игорь, мы же решили, что не будем об этом никогда. Наконец, он справился с собой. Да, Катюш, прости, ты права. Прошел всего месяц. Катя воевала со своими близняшками. Господи, у меня голова от вас кругом. Она и злилась на беспорядок, и смеялась, потому что на детей без смеха было не посмотреть. Услышала, что открылась дверь. В комнату вошел Игорь. Катя испугалась. Муж никогда так рано не приходил. Игорь, что случилось? Он бросил на стол какие-то бумажки. Ко мне приходил Кирилл. Зачем? Он что, он хочет? Нет, Кать, не переживай, он не хочет забрать детей. Он продал здесь все свои кондитерские магазины, выкупил все мои сервисы и погасил кредит в банке. Это ценные бумаги, документы на мои бывшие здания. Он принес это и сказал, что много думал. Лучших родителей, чем мы, детям все равно не нужно. Из него отец никудышный и он это знает. Сказал, что хочет извиниться и что я могу набить ему лицо. А еще сказал и поклялся никогда не появляться в этом городе. Катя протянула руку к щеке Игоря, погладила его. Так что получается? Теперь можем спокойно жить? Просто жить без страха за детей и без страшных долгов? Просто? Игорь растерянно развел руками. Ну, получается, что так. Наконец можем спокойно жить вместе с нашими детьми. Катя обняла его. Игорь прижал ее к себе. Дети, увидев такое, тут же налетели с двух сторон, чтобы тоже получить свою порцию объятий. Игорь всех не удержал и они грохнулись на пол. Пашка тут же закричал «Куча мала!» Через минуту на полу кувыркались все. А Катя хохотала так, что у нее даже слезы выступили. И, кажется, счастливее, чем сейчас, она не чувствовала себя никогда. Если вам понравился рассказ, просьба поддержать меня кнопкой палец вверх. Для вас всего один клик, но для меня это очень важно. Спасибо заранее.